А можно ли покупать и употреблять в пищу мясо и доложертвенных животных? С таким вопросом столкнулись верующие в Каринфе. Как это относится сегодня к нашей жизни? Да очень просто. Вот, например, когда мы, если проходим мимо парка, зашли, а там сжигают чучело на масленицу, блинами угощают, можно это есть или нет? Это просто как бы такая традиция, а ведь истоки языческие. Или, например, есть некоторые ежегодные праздники, я уже не буду говорить, каждый, наверное, поймет, которые связаны тоже с такими традициями, которые имеют языческие корни. Не говоря о том, что поехали в какую-то другую страну восточную, экскурсия вас в языческий храм ведет, и там какие-то ленточки, говорят, вот давайте скушаем вот тут еда, которая посвящена богам иным, и ты думаешь, ой, а это меня как-то сквернит, не сквернит. А если ты придешь к друзьям, которые исповедуют другую религию, и они говорят, вот это вот мы сегодня отмечаем такой-то вот праздник, посвященный нашему богу, раздели с нами трапезу. И ты думаешь, а если я буду в этом участвовать, я могу как-то осквергниться, как-то вот имя Божие этим будет хулиться или нет? И вот верующие в Каринфе, они точно такими же вот вопросами задавались. Можно ли покупать это мясо, кушать? Если кому-то в гости пришел, что делать? А вот если государственный или городской праздник происходит, могу ли я участвовать в нем? А после этого праздника еще и мясо этих животных также употребляли на пиршествах, которые в основном происходили в языческих храмах. Вот ты можешь пойти даже с целью проповеди Евангелия, может, со своими друзьями, родственниками. Как быть? Мы сегодня с вами это все рассмотрим в 8 главе 1 послания к Каринфинам. Апостол Павел подробно отвечает на этот и другие вопросы. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера. Слышание». Обязательно подпишитесь. Вообще в процессе жертвоприношений в то время греки и римляне обычно худшие части жертвенных животных сжигали, а лучшие части съедали сами на пиршествах по этому случаю. Да, интересно, кто же боги, а кто люди? То есть богам как бы все самое худшее отдавали, заметьте. Интересный момент. Важно отметить еще раз, да, повторюсь, что все праздники государственные или городские, они были религиозными. И так как государства были языческими, то праздники в то время общенародные, они были связаны с языческими богами и с поклонением им. И вот когда жертвоприношения совершались на такой праздник, то обычно оставалось достаточно много мяса. То есть вопрос даже не только в том, участвовать в пиршествах или нет, но после этого много мяса оставшегося продавали на рынке и по хорошей, так скажем, бросовой цене. А так как не было холодильников и консервантов, чтобы его долго хранить. И вот верующие в Каримской церкви как раз вот были вот этими всеми вопросами озадачены. Покупать, не покупать, есть, не есть, участвовать в праздниках, не участвовать. Могу в гости сходить к язычнику или нет. Да, для иудея, если мы помним, это было вот даже в дом нельзя было заходить, к язычнику. А здесь уже христианство. Бог говорит, что ничего не почитай нечистого. И как вот быть во всех этих ситуациях? И вот смотрите, уже в первых стихах 8 главы апостол Павел касается сути проблемы и формирует главный принцип. Любовь больше, чем знание. Давайте вот первый стих прочитаем в современном переводе. Теперь относительно пищи, приносимой в жертву идолам. Мы знаем, что, как вы говорите, мы все имеем знания. Да, это так, но знание делает человека надменным, ну, еще можно перевести как гордым, а любовь назидает. Да, мы все имеем знания. И вы, Павел, и зрелые верующие знали, что не следует беспокоиться об идоложертвенных яствах, купленных на рынке. Они знали, что так называемые языческие боги – ничто, и что злые духи не оскверняют пищу. И в первом послании Тимофея 4 главе написано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимают духом обольстителям и учениям бесовским, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил». «Дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением». Смотрите, еда должна приниматься с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Поэтому вопрос не в том, кому посвящена еда, а вопрос в том, она принимается с благодарением, и сам вкушающий и вкушаемая еда, они освящены Словом Божиим и молитвой. Но выше вот этого всего знания – это любовь. Вообще знание, по-гречески гнозис, есть даже такое учение – гностицизм. Грубо говоря, если упростить, то вот посредством особого знания достигается познание Бога. Но Павел говорит, не важно, что ты знаешь, главное, а знает ли Бог тебя? В этом вопрос. Второй стих. Тот, кто считает, что он знает что-то, все же не знает так, как следует. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Смотрите, не человек через особое знание постигает Бога, а любящему Бога дается знание от самого Бога. Всякое знание о Боге, конечно же, дается человеку лишь частично, и истинное знание всегда ведет к то знание, которое Бог дает. Оно ведет к тому, что человек любит Бога, и Павел знал, что эта любовь выливается, в конечном счете, в любви к ближним, к другим людям. И вообще любовь – это свидетельство о познании Бога. Поэтому как понять, что ты или любой другой человек любит Бога? Ответ простой. Любовь – это свидетельство о познании Бога. Любишь – значит познал Бога. Четвертый стих. Итак, относительно употребления в пищу, принесенного в жертву идолам, мы знаем, что, по вашим словам, идолы на самом деле не существует, а есть только один Бог. И идол по Писанию, на самом деле, вот все эти языческие боги, ничего не значат. Псалом 113, 12 стиха. «А идолы их серебро и золото – дело рук человеческих». То есть языческие боги – это дело рук человеческих. «Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них нозри, но не обоняют. Есть у них руки, но они осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своей. Подобны им да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Поэтому идол в мире ничто, но есть только один Бог. И нет в принципе других богов, в Тарзаконе 4.35. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Него. Нет больше никого. А в 39 стихе написано, и так знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на небе внизу, и на земле внизу. И нет еще кроме Него, ни внизу, ни вверху, ни на земле, ни на небе. А Растакту и употребление в пищу идоложертвенного само по себе не имеет ни положительного, ни отрицательного значения. Апостол Павел утверждает, что для правильно наученных верующих, для зарелых христиан, которые знают, что идолы ничто, идоложертвенные яства не являются оскверненными. Пятый стих. Ибо даже если существуют так называемые боги, в кавычках, на небе или на земле, а богов этих и господ на самом деле неисчислимое количество, ну как пример, римский император, который назывался Господом и Богом. Пятый стих. И совесть по знаниям истины. Духовно они еще не доросли до такого состояния, когда могли бы есть эту пищу спокойно, как любую другую. Когда они ели ее, совесть их была неспокойна, а значит они совершали грех. А послание Римлянам 14 глава 23 стих говорит, а сомневающийся ест, если ест, осуждается. Потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Принцип сводится к следующему. Сомневаешься, ни в коем случае не делай. А сильный, в кавычках, христианин сам грешит, побуждая грешить, то есть делая что-то в сомнении своего слабого брата. Если человек еще не дорос до этого, до такой свободы, как у тебя, не торопи его. Он должен дорастить. Поэтому, когда слабый брат поступает вопреки своей совести, он грешит. И для слабых верующих, не имеющих знаний, вот мучили такие вот вопросы, такие сомнения. Павел понимает, что эти сомнения, да, они не имеют основания у незрелых христиан, но при этом советует коринфянам подходить к решению вот этой вот проблемы не с позиции знаний. Я знаю, как правильно, ты еще не достаточно свободный, а с позиции любви и милости. Седьмой стих. Однако, не у каждого есть это знание. Более того, некоторые люди до сих пор относятся к идолам как к чему-то привычному. И когда они едят пищу, принесенную им жертву, они верят, что идолы приняли ее. И их совесть, будучи немощной, таким образом оскверняется. Ведь некоторые верят, что идолы, может это на самом деле какие-то духовные сущности ее приняли, и как-то я осквернюсь. И таким образом они оскверняются. И очевидно, что некоторые христиане в то время посещали храмы, где находились идолы, и ели там идолы жертвенную пищу. И это побуждало других христиан поступать так же, или, по крайней мере, не видели в этом ничего опасного. И совершающие это, кто ел в языческих храмах, посещал эти праздники, ходил в гости, они обосновывали свои действия с богословской позиции. Нет ничего предрассудительного в том, что мы участвуем в таких родопразднествах и едим мясо и еду, посвященное другим богам. Поскольку даже сам Павел, у чего они могли сослаться, существует лишь только один бог-отец, бог-сын и святой дух, а идол ничто. Но при этом некоторые из Коринфян, мы видим, что некоторые защищали свое право, это мясо есть, а другие, ну и участвуют в таких праздниках, а другие сомневались, а правильно ли это? А вдруг что-то духовное как-то вот на меня придет? Вдруг, знаете, проклятие придет или одержимость? И вот церковь в Коринфе искала ответа на существующий вопрос. И это вопрос тоже очень важный, потому что когда придет Новый год, опять начнутся вопросы, можно елку ставить или нет, можно ли блины есть на масленицу и так далее. Поэтому, не говоря о наших уже государственных таких вот культурных праздниках, которые тоже часто бывают такие вот на грани с язычеством, и ты думаешь, а участвовать нет, и скажешь, нет, я в этом не участвую, ну а как, вот, что делать? И Павел как раз отвечает. Поэтому, смотрите, такие споры существуют, церковь, она пытается на них ответить. И вот восьмой стих Павел очень важную вещь говорит, пища не способна улучшить наши отношения с Богом. Они не становятся хуже от того, что мы воздерживаемся, или лучше и ближе к Богу от того, что мы едим. И вот как пример, не только, когда мы едим, например, еда у жертвен или тортики, которые кришнаиты посвящали своим богам, здесь вопрос не в том, что это может отдалить нас от Бога или осквернить. Есть еще другой момент, некоторые верующие учат быть вегетарианцами, что как Адам и Ева в раю, они не ели мясо, мясо стали есть только после потопа. Но, смотрите, говорят, мы должны так же, как вот быть, как вот в раю, Адам и Ева жили так же, и мы должны не есть мясо. Но Павел говорит, что если ты даже будешь воздерживаться от какой-то пищи или избирательным быть в еде, это не приближает к тебе к Богу. Хочешь, будь вегетарианцем, хочешь, не ешь мясо, как Адам с Евой в раю, но это тебя не приближает к Богу. Как если ты, например, ешь там блины на масленицу или пришел, не знаю, там у тебя друг сатанист, решил ему проповедовать, пришел, а у них там какое-то мясо принесенное в жертву сатане. Павел, ты можешь сесть с ними есть, проповедовать о Христе, ты этим не осквернишься. Наоборот, ты будешь освещать их, потому что свет освещает тьму, а не тьму, а не тьма поражает свет. Поэтому, вот продолжим, Павел говорит, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. И здесь вопрос о незрелых христианах. В современном переводе прочитает, тем не менее, смотрите, чтобы ваше понимание происходящего, ты знаешь, как правильно, не стало камнем преткновения для слабых. Поэтому Павел предупреждает, что когда верующий руководствуется в своем поведении только знанием, пусть и правильным учением, без участия любви, это может причинить духовный вред новообращенному и неокрепшему брата. И знающий христианин, пользуясь своей свободой, может в определенных обстоятельствах сделаться соблазном для немощных братьев. И это очень страшно, что, представьте, ты придешь ко Христу, и Христос спросит, а что с этим человеком? Из-за твоей, так скажем, свободы, вот, ааа, он взял и отпал от веры. Вот что с этим делать? Когда христианин живет среди язычников, вот такие ситуации могут быть, а мы-то живем в этом мире очень много рядом с нами ближних, которые очень такие странные вещи в своей жизни. Я вот к кому-то прихожу, у кого-то жаба стоит, об которую там деньги, знаете, обтирает, вот, как каждую зарплату. Я прихожу, вот, давай, твои деньги возьму. А мне как-то говорят, можешь дать кошелек? Я говорю, что такое, дай деньги. Я такой, ну вот, ну у меня не так много тут на карточке, дай карточку. Идет об жабу, начинает. Мне кажется, ай, ты что делаешь? Ну, обтер об жабу, я говорю, слушай, я верю. И да в мире ничто, ему можно проповедовать. Ну, ты как-то от этого не оскверняешься. И вот, что даже кто-то взял там твои деньги и без твоего разрешения их об эту жабу потер, об языческого идола, да. Поэтому вот такие ситуации могут быть. Мы живем в этом мире. И сегодня очень много популярных вопросов. Знаете, есть даже такое на ютюбе очень часто встречается. Вопросы батюшки или служителям. Можно или нельзя вот так вот делать. Но главное-то не в том, что можно или нельзя. А главное-то любить Бога и ближнего. Поэтому вопрос не в том, что можно или нельзя. Главное в конкретной ситуации смотреть, может твой ближний приткнуться или нет. И вот уже завершающие стихи, 10 стих. У тебя есть это знание. Но предположим, тот, чья совесть немощна, видит, что ты сидишь в капище в языческом храме и ешь. Разве это не послужит ему плохим уроком? Так что он станет есть пищу, принесенной идолом. Таким образом, от твоего знания погибнет этот слабый человек, твой брат, за которого умер Христос. Если мне не вредит, а другому соблазн. Например, у меня есть ситуация, когда в одну церковь меня приглашают. Есть некоторые церкви, где надо, чтобы рукава были опущены до самой кисти. Чтобы верхняя пуговка была застегнута на рубашках. Для меня нет проблем. Я приезжаю полностью, знаете, по максимуму весь застегнутый. В самых длинных одеждах, какие у меня только есть. Зачем мне с ними спорить? Такая традиция. Ну и слава Богу, для всех я сделался всем. Мне самое главное проповедовать, как мы читали, Христа распятого. Они спорят, можно пуговку расстегивать или нет. Вопрос не в этом. Потому что за этого брата умер Христос. И не дай Бог, из-за твоей свободы он может отпасть от веры. Не дай Бог. И когда некоторые верующие в такую свободу, которой они не готовы, начинают ей пользоваться, то они могут и в старые грехи. И об этом многие комментаторы пишут, что если это не по вере, он делает, сомневается, а потом думает, так в принципе и другие прошлые грехи. А какая разница? Так можно ничего страшного. Пить, курить, блудить, обманывать, заниматься всякими преступными делами. И для него, уже понимаете, в его совести стирается грань. Поэтому пока он не вырос, не надо человека торопить. Поэтому даже если мы смотрим на самого Иисуса Христа, он является примером для сильных в знании верующих. Если Иисус так возлюбил грешников, что отдал за них свою жизнь, то в конечном счете сильный и возросший веры христианин может пожертвовать ради ближних своим правом есть и доложертвенно. И просто от этого отказаться. И вот последние два стиха так делает и апостол Павел, он также и советует. А потому, когда ты грешишь против братьев, нанося раны их немощной совести. Видите? Это такой свободы, ты наносишь раны их немощной совести. Ты грешишь против Христа. Это не просто ты им рассказываешь о свободе, а ты против самого Бога грешишь. Последний стих. В общем, если пища станет проблемой для моего брата, я больше никогда в своей жизни не буду есть мясо, чтобы не дать брату повод согрешить. То есть Павел так вот радикально, помните, как Иисус, отсеку руку, да? Вот если рука соблазняет или нога. То есть вот прям вот так вот, вот такая радикальность должна быть. Получается, что немощный брат, это просто человек, которого надо учить. Тоже, да, важный момент. Не то, что ты вообще во все дни жизни не будешь есть. Но его постепенно, он еще не готов. Но его при этом нужно учить свободе во Христе, чтобы однажды он смог насладиться вот этой вот дарованной свободой во Христе. И Павел подчеркивает приоритет братской любви. Он не требует, заметьте, чтобы знающие христиане отреклись от своего права, но вот есть идоложертвенного. Он приводит в пример самого себя, как бы он лично поступил. Он ставит превосходство любви в этой и в любых подобных ситуациях. Поэтому зрелые служат слабым, а не наоборот. Сильные спускаются на уровень слабых. Они заставляют принудительно слабого быстро достичь их уровня. Поэтому несведущий он должен вырасти. Это естественным путем должно быть. Иначе ты просто сломаешь его, трость надломленную переломишь. А Господь говорит, трость надломленной, сомневающегося, он не переломит. Поэтому апостол Павел показывает нам главное, чтобы никто не соблазнился и не отпал от веры. Но мы должны учить свободе во Христе при этом. Но только следующим образом. Знающий, зрелый христианин должен обязательно руководствоваться любовью. Обязательно подписывайтесь на подкаст. Вы также можете всегда финансово поддержать. Способы для пожертвований указаны в описании. Это добровольно. И в следующий раз мы уже с вами перейдем к девятой главе. Первое послание Коринфянам. Благословений. Коринфянам. Продолжение следует...